Поздравительно! Милость Божия, явленная Рождестве, Христовым мирным, тихим светом, Вифлеем, Вифлеемской звезды, Да подарит мир душам нашим Господь посреди нас. Вифлеемской звезды, да подарит мир душам нашим Господь посреди нас. Аминь. А кто? Главное не пишет кто, только лишь телефон. Что-то последнее 64, 45 вроде. Ладно. Надо знать номер телефона. Надо писать от кого поступает. Вот сейчас смотрите. Так, входящий. Что-то не там уже. Ну, входящий. Ну, что-то взвинули, взвинули. Я ближе. Супер. Он же к жене. Которые на меня поступили. Вы блескли там нашли? Куда? Так. Ну, вот опять без... А? Ну, не подписан. Сейчас. А вот опять нет. А за нас там листом Христовым. Преуспеяние. Ну и прочее. Тут непонятно. Я неправильно, может, что-то делаю? Входящее. Нет, ну там нету. Кто-то анонимно посылает. Почему? Один. У нас там пять. Ну вот это вот. Кто прочитает? Ну-ка. Кто прочитает? Ну-ка. Уезжай, подбирай. Ну, вы понимаете. Понимаете. Я на память могу сказать, как запомнил, кто посылает. Посылает от кого даже и не ждал. Милый Божий. Уважаемый Игнатий Тихонович. Я принял уважаемый. Ну-ка. Давай. Уважаемый Игнатий Тихонович. Поздравляю вас с праздником Рождества. Доброго здравия вам и предприятия. Лена, переводи его. Буду в апреле. Позвоню. Песоцкий. Песоцкий. Главный банкир Алтайского края. Он в Таиланде. Третий год. На него что-то тут было. Гонение какое-то он пишет. Песоцкий. Он прислал поздравление с Рождеством. Его звать Владимир. Значит. Просьба помолиться. Он в апреле будет. Я пригласил его в Потеряевку. Он у нас тогда-то был. Председатель Сбербанка Алтайского края. Бывший. Он очень сильно помогал мне в издании книг по детскому лагерю. У меня даже фугали. У нас была еврейка говорит. А ты вот Песоцкому-то попробуй дать еврея. И он что тебе скажет? Что ты пишешь-то про евреев-то? Ну. Паина Соломоновна. А я говорю, я ему первому как раз и дарю. Она от меня сразу отшатнулась. Один из случаев мне особенно запомнился. Вот я его расскажу, а вы когда-нибудь припомните на моих. Игорь, мне не нужен разговор. Это в общем дело. Подождите маленький. Это ясно. У меня не хватает совершенно денег на выкуп книги. Книга издается. 65 тысяч нужно заплатить, чтобы книги пришли. Ну вот. Тут кое-кто купил, кому-то взяли. Осталось ровно 50 тысяч. Не хватает утром. Звонит одна наша сестра. Она здесь сидит. И она говорит. Деньги есть, но не полностью. 40 тысяч возьмете? Я если беру, то отдать я не могу. Может когда-нибудь только. Я говорю, подожди, тут зазвонил мобильный телефон. Я его беру. Звонит Владимир Филимонович. Ничего не говорит. И говорит, я за вами выслал машину. Чего ради? Такая счастье у меня. Ну я выхожу к двору. У нас тут растет миндаль. Вкус один там красивый. Я знаю, миндаль это единственное дерево, которое упоминается в Библии как символ бессмертия. Зацветет миндаль у Клесиаста. Я три веточки отломил и положил в сумку. Когда меня привезли, они заходят с того, как от конца, то где там у него часовые, там охранники. А тут заехали с черного хода, со двора, везде прошли свободно. Бежо у него, не прихожая как-то, что-то я назвал неправильно, приемная. А там два секретаря. Ну огромное помещение. Я две веточки подал и сказал. Это символ бессмертия. К нему зашел. Ещё-ещё не знаю. Он говорит, у меня день рождения сегодня. Я говорю, как раз. Я эту третью веточку подаю, миндаль цветущий. А он светёт дня три всего-то как. Или два. Вот. И говорю ему. Я говорю, у меня вот тут книга вышла, ещё прошлый не принёсся. А вот сейчас выкупить надо, а денег-то и нету. Нету денег. Он ни слова не говоря, полез, что-то лазит там в шкафу, перебирает. Вытаскивает и по пятёрке мне кладёт. Вот так пять тысяч. Красненький это. Ну я поблагодарил, в карман положил. Я ему не сказал сколько надо. И не узнал. Дома пересчитаю ровно пятьдесят тысяч, которые мне нужны. Ясно дело, что без отдачи. Какие у меня мысли были? Мы сидим с ним, он смотрит книгу. Считает, уткнулся. Я говорю, Владимир Перемонович, мне надо, да отстаньте от меня. Я говорю, я живой перед вами. Да отстаньте, я как раз нашёл тут ответ вот эти профинансовые и прочее. Его сильно заинтересовало. Секретарь заходит и говорит там этих банкиров, говорит, полно это, поздравлять его пришли-то. Ну я-то никто не званый. Он машину даёт и поехали. Отъехал. Совершенно как бы человек не нашего круга. Он приезжает по теряевку. Всё осматривает. Везде задаёт вопросы. Его помощь была в том, что он выводил меня на нужных людей. Вызывает заместителей и говорит, эти нам не отдали, что должны. А они кого-то финансировали. Так, поговори с ним, что вам нужно. Я говорю, мне нужны такие грубые материалы. Сказать, мука, материал или как там назвать. Крупа, не шоколадки. Ну он говорит, сейчас вы узнаете где. Так, если надо, там в Рудцовску, Валейску, там сообщите. И этот человек меня теперь курирует. Спрашивает всё. У него должников целая вязанка. И он жмёт ему и прочее. Мы ждать не намерены. Тот начинает, видимо, что-то говорить. Он говорит, так, к вам обратится сейчас человек. Помогите. И ко мне привозят по теряевку. Что мне нужно было? Машины пришли по теряевку. Всё привезли. Нужный человек в нужном месте в нужное время. Вот как Господь делает. Вот этот человек из Таиланда, где он находится третий год. Я, говорит, в свободное время ловлю пискарей, говорит, тут в море. Каких пискарей в кавычках? Вот тут на него какие-то обвинения было. Надо помолиться, чтобы Господь всё по правде устроил. Я рассказываю только об одном случае, или даже о двух, которые у нас были с ним. Человек просто очень необычный. Он был председателем Демидовского фонда. Когда подают разные книги каждый год на номинацию какую-то, в какой-то области где-то. Ну и куда люди, туда и Мария, говорит, кривая. И я туда со своими книгами. Тогда было поменьше книг-то. А они их даже смотреть не стали. У нас такой номинации нет. Они пролистали. У нас нет. Это проза, фильметон, там ещё что-то. А этого нет. Это же должны быть люди церковные там смотреть и... Ну вот такое дело. Значит, от него поздравление. Ну и я добавляю просьбу помолиться. Владимир Филимонович Писовский. У меня раньше мы с ним когда-то познакомились. А как познакомились, даже не знаю. Другие, которые тут без обратного адреса, даже не знаю, священники, поздравляют их. Плохого ни одного не было. Все благожелательные. Да у них есть. Так, какие объявления? Сейчас дети будут уберутся. Я хочу тоже про Владимира Филимоновича сказать. Я тоже с ним познакомился в тайге. Так как в банке... Тоже 50? Да. Наш председатель, Мякушко Валерий Михайлович, он попросил в банке суду. Скажи, на что? Какая организация, Мякушко? Это ООО, золотодобывающее предприятие, артель старателей Тогул-1. И он попросил денег. Ну и приехал сам Владимир Филимонович со своей свитой. На очень шикарных машинах, правда? Это был 96-й год. И начали смотреть производство наше. Ну то есть, отдадим деньги мы или нет? Ну то мы же соврали, золота-то и нет. Ну и когда намыли золото, они все смотрели. А последнее уже такое действие идет, когда я золото отдуваю. Последние пылинки камушком выдуваем. Ну это такое своеобразное действие, когда высыпаешь золото, оно же как пыль золотая. Ну то, что слышали, пыль золотая или песок золотой. Это вот так высыпаешь золото. И вот, ну как книга, может чуть побольше такой лоточек. И вот так сбрасываешь золото и надо одновременно поддувать. И тогда пылинки вылетают эти. Ну вот как, знаете, веют пшеницу. Ну тут то же самое. Только надо тут губенками работать. Ну я работаю и потом все. И он смотрел, смотрел потом по столу кулаком. Как дак, по-моему! Я только раз сразу прекратил. Говорю, что такое он? Это что же такое? На пороге двадцать первый век. А вы человеку такую трудную работу так дали. Он же как сможет так хорошо там вынуть? Ну что, мякушка, а что нужно сделать он? Ну поставьте ему какой-нибудь, купите вентилятор там, я не знаю. Ну вы же этим занимаетесь-то. А потом смотрит. А у меня как раз, у меня там кроватка стоит в углу. Я там же одновременно и живу. И у меня фотография общины нашей. Как раз с Пасхи девяносто шестого года. Вон. А это что такое? А она такая мелковатая была. Я говорю, это община наша православная. А это кто такой? Я говорю, это Игнатий Ильич Лапкин. Староста у нас. Вон. Я вот его очень уважаю. Вот мужик настоящий. Верующий. Я с ним знаком. Ну и что, как там у вас в общине? Я говорю, ну как. Молимся. Все как надо. Ну молодцы. Короче, поблагодарил человека. Но денег не дал. Видать, повлияло на него, что плохо заботится о своих работниках. Да. Нашли в другом месте. Я тут про них рассказываю. Говорю, предприниматели такие хорошие. Они приезжали в Потеряевку. Они с нуля начали производство. А он говорит, хорошее предприятие. Два колхоза, говорит, полностью разорили. Эти, которые их я похвалил. А он говорит, то есть они скупили землю. Теперь там сеют, что надо им подсолнечную гречиху. Я говорю, да как колхоз развалился-то. Все равно надо было сохранить. У людей было бы рабочее место и прочее. Неправильно они поступили. Ну, я не разбираюсь в этом деле. Мне казалось, что они хорошие ребята. А он их не похвалил. Я отрезаю? А? Отрезать обязательно.